Приветствую вас на первом циничном канале из подмосковного села Радонеж, с родины Сергия Радонежского. Вот там за спиной у меня храм, основной храм этого села, как раз в честь Сергия Радонежского. Ну что ж, друзья, сегодня 22 февраля и Аган Себастьян в России. Наверное, многие уже подумали, снова в России вернулся. Мы же говорили, что ты вернешься. Вот ты вернулся, полгода не прошло. Нет, в России я всего лишь на неделю, точнее где-то на 11 дней. И да, друзья, так как я говорю правду, это, в общем-то, основное мое хобби и основное занятие, а правда не в почете, не только в России, но и в мире, то пришлось мне присутствовать инкогнито. Я даже на канале не говорил, что я поеду в Россию, но вот решил съездить, немножечко навестить. И знаете что? Ну, сбылась еще одна, ну не то чтобы даже какое-то предсказание еще одно, просто еще одна картина, которую я видел в будущем. И вот сейчас я вижу ее в настоящем, я видел ее многие годы. Я понимал, что когда я эмигрирую все-таки и буду приезжать в Россию, я это говорил, что я приеду в Россию когда-нибудь, то я даже, может быть, это и на канале озвучивал, я говорил, что мне хватит там недели-двух максимум, и это будут монастыри, это будут кладбища. Кстати, прямо вот за камерой кладбище находится, но это чистая случайность, я не на него приехал, просто отсюда ракурс хороший. Но тем не менее, вот кладбище сельское. Так вот, кладбище будут, где мои родственники лежат, монастыри, храмы и так далее. И, в общем-то, я думал, что с расстояния Россию можно даже полюбить. Я думал, что я буду приезжать и не видеть вот этих вот полоумных там россиян. Я буду видеть храмы, монастыри и, в общем-то, алмаз России. И, может быть, даже скажу, что Россия-то хорошо. Ну что, друзья, все сбылось. То ли благословение Божие, то ли проклятие в этом. Я очень много предсказал в своей жизни. Действительно, наверное, моя жизнь не была спонтанна. В ней мало было спонтанных вещей. Поэтому тех же оленей я, кроме самого оленизма, не понимаю еще по спонтанности. Вчера не хотел, сегодня захотел, побежал в ЗАГС. Я многое предвидел в своей жизни. И вот еще один круг замкнулся. Это вот то, что сегодня происходит. Я сегодня первый день в разъездах. Я уже встретился с бронебойными комрадами, дома побывал. Сегодня первый день в разъездах. И вот то, что сейчас происходит, я это видел многие годы, десятилетия даже, что вот так оно и будет. Что могу сказать? Первое впечатление. Все сбылось. Все сбылось на 120%. Да, меня сейчас прет. Я поймал детскую радость. Я только что был в Сергиевом Посаде, в Лавре. Сейчас вот оттуда заехал в Радонеж. Хотел еще в Ходьково. Ну ладно. В Ходьково уже не успею. Короче говоря, ну откровенно, детская радость. Это действительно круто. Я сейчас вижу другую Россию, нежели та, в которой я жил. Это не Россия там с обманными сдачами. Это не Россия с хомящим быдлом на дорогах. Это Россия Сергия Радонежского. Можно ли видеть такую Россию, живя в ней постоянно, а не приезжая на неделю, раз в полгода? Не знаю. Если, друзья, у вас получится, ну, блажен у кого получится. У меня не получилось. И, наверное, не могло получиться. Моя неделя. Но знаете что? Все-таки хотел бы вам посоветовать, кто еще не эмигрировал. Ну, старайтесь, что ли. Не знаю. Не могу учить, сам не смог. Но старайтесь видеть только это. Вообще, не знаю. Считайте, что здесь людей, что ли, нету. Я понимаю, что поживи тут я полгода, и все по-другому бы виделось. Но здесь действительно есть алмаз. Но как же его трудно видеть? Как же трудно видеть российский алтарь за российской помойкой? Да, в любом храме есть помойка, и в любом храме есть алтарь. И нужно видеть только алтарь. Друзья, не сбавляйте планку. Вот сейчас я могу это с уверенностью сказать. Чистите свою жизнь от паразитов. Скажем так, в мире нет людей, за исключением тех, которых вы знаете по имени. Вот поставьте себе это за правило. Либо вы знаете человека по имени, либо его нету для вас. Все, все остальное как бы от лукавого. Потому что считать, что, не знаю, какой-нибудь работодатель, которого вы тоже, кстати, по имени знаете, но я имею в виду, не только знаете по имени, вынуждены знать, а хотите знать. Какой-нибудь работодатель, какая-нибудь госжена, там, друзья-паразиты, друзья в кавычках. Этих людей нет. Потому что, ну, старайтесь, чтобы их для вас не было. Потому что если они есть, они не дадут видеть вам алмаз, они не дадут видеть алтарь за помойкой. Оптимизируйте свою жизнь. Вот понимаете, раньше у меня была хреновая Россия, и все. И там иногда вылазки за рубеж. Сейчас у меня все хорошо. У меня отличная Турция, и я приехал в прекрасную Россию. И это не прекрасная Россия будущего. Это Россия настоящего. Но это Россия храмов и монастырей. Та, которая затмевается повседневной жизнью. Но для меня она сейчас есть. Эта неделя будет просто, ну, фонтаном. Завтра Оптино, заеду в Оптину поеду, в Шамардино, в Козельск заскочу, попробую. Послезавтра в Тутаев поеду, может быть, попробую в Юрьев-Польский заскочить. Хочу в Углич доехать. За всю жизнь не доехал в Углич. Доеду теперь эмигрантом. Вот. Короче говоря, монастыри, монастыри. Всю неделю буду ездить. Старайтесь очищать жизнь. Старайтесь делать так, чтобы у вас было постоянно хорошо. Чтобы у вас вот эта вот рулетка крутилась, там, не знаю, бинго какое-то, и у вас не было варианта выпадет хорошо, плохо, средне. У вас будет либо такое хорошо, либо другое хорошо. Но это всегда будет хорошо. Достигайте покоя в душе обязательно. Потому что, когда у вас на этой рулетке очень мало хорошо и много плохо, то даже когда она выпадает на хорошо, вы его не воспринимаете. И я не воспринимал. Вот она крутится, крутится, уже вот оно хорошо подходит, но это слишком маленький сектор хорошо. До плохо и после плохо. И вы смотрите, смотрите, и не выдерживаете, и говорите, да черт с ним, там все равно все плохо будет. Вот, все равно сейчас либо проскочит, либо не дойдет стрелочка. Вот, и даже когда она дойдет, в редкий раз, вы уже оплевались, вы уже все, не восприняли, что это хорошо. Чистите вашу жизнь, не допускайте людей-паразитов. Друзья, говорю за себя, если бы, как бы вы поняли мою логику, я не говорю, что она для всех подойдет, не работайте. Не работайте по найму. Невозможно сделать хорошо, когда вы работаете по найму. Вычистите свою жизнь вот от этой наймитской, холопской работы. Придумайте где-то дистанционный доход. Придумайте, не знаю, из кожи вылезти, но придумайте. Потому что вы не представляете, чего лишаетесь. Я понимаю, что теоретически, до юра, здесь мог бы жить человек, который был бы, ну, просто святым. Казалось бы, вот, возьми любого сейчас, подойди на улицу, скажи, чувак, ты в таких местах живешь. Я неделю здесь, и я надышаться не могу. Мне уже уезжать. Но я точно так же, как этот чувак скажу, а больше недели сможешь? Нет. Нет. И я уехал, и я не жалею, что я уехал. Потому что больше недели начинается уже другая Россия. Вот. Короче говоря, ну, не знаю, обгоните меня, что ли. Если я для вас там хоть в чем-то могу вас научить, вы так считаете, ну, любой ученик должен превзойти учителя, тогда обгоните меня. Научитесь здесь алмаз выделять и не замечать остальное дерьмо. Научитесь довольствоваться двумя каратами и не замечать тысячи тонн. Потому что два карата – это алмаз, а тысячи тонн – всего лишь мусор. Короче говоря, пробуйте, друзья. Я не знаю, как здесь, как в этой стране можно быть каким-нибудь там атеистом, аметистом. Здесь вообще, в принципе, только монахом, наверное, быть-то можно. Потому что все остальное бессмысленно. Здесь есть алмаз, который превосходит даже эмиграцию. Здесь есть то, что превосходит все возможное. И куча мусора. Здесь невозможно быть посреднику. Какого хрена вы в этой стране можете гнаться за работой, за успешным успехом? Здесь нету ни работы, ни успешного успеха, ни жизни нормальной здесь нету. Здесь есть алмаз, вот реально алмаз, православие. И здесь есть горы мусора, все остальное. Поэтому здесь, если что-то брать, то сразу алмаз. Здесь жить-то к жизни у монаха-отшельника какого-нибудь, богомольца, ходить вот по этим храмам, смотреть вот такие пейзажи, это просто захватывает. Но больше здесь ничего нет. Здесь нет серединного пути. Здесь либо золото, либо грязь. Вот. А если вы не тянете золото, тогда и миграция. Тогда, если вы хотите серебро, тогда и миграция. Потому что здесь альтернатива золоту только грязь. И я не представляю, как здесь можно говорить, что нет, православие не для меня, христианство не для меня. Тогда ты говноед, тогда ты мусор только для тебя. Тут больше нет вариантов. Если бы ты сказал, что православие не для меня, и я там уезжаю куда-то, Вон, как Иоганн, в Турцию поеду, я бы понял. Вот. Ну, грубо говоря, да. Нет, не по челу венец. Все понятно, сам такой. Но жить здесь и брать что-то, кроме православия, это безумие, друзья. Это реально безумие, потому что копаться в куче дерьма и пренебрегать алмазом, это безумие. Еще раз, очищайте свою жизнь, выкидывайте оттуда всю дрянь, не снижайте планку никогда. То, что там, не знаю, выкинуть бы мне 20% дряни. Ни хрена, друзья, не снижайте. Выкинуть 100% дряни, даже не 99%. Если не друг и не враг, а так, как у Высоцкого, пошел нафиг, не нужен. Только лучшие люди вокруг. Работа пошла нафиг, даже если она не очень тяжелая. Только творчество. Даже не дистанционная занятость, не фриланс. Это все полумеры. Только творчество. Монетизированное творчество, с этого жить. Не знаю, как девятая рота, там, обосрись, обоссысь, как говорится, но задание выполни. Но в данном случае не задание. Но творчество достигни. И монетизируй его, и научись с этого жить. Понимаете, вы мертвы до тех пор, пока вы этого не сделаете. Ставка слишком высока. Ставка как жизнь и смерть. Поэтому пробуйте и добивайтесь. Нет, нифига не пробуйте, делайте. Вот в данном случае не пробуйте, друзья. И да, покуда вы уж не сбежали, пока вы еще здесь, православие, друзья, православие, храмы, монастыри, дышите этим. Сейчас я не жалею, понимаете, я не мог по-другому. С одной стороны, я могу сказать, что, как говорится, что имеем, не храним, потерявши плачем. И сейчас не надышаться за неделю. Но я понимаю, что останься я сейчас на полгода, на год, и все будет то же самое. Короче говоря, все-таки, ну раз уж вы здесь, дышите этим. Это круто. Тут действительно круто. Но трудно очень. Помойка застит. Скажем так, перепрыгните меня, друзья. Я вот сейчас все, что говорю, я упираюсь в то, что сам не смог. Вот. Это тот редкий случай, когда я не советую делать, как я, а я советую делать лучше меня. Перепрыгните Иоганна, и будет все нормально. Но я верю, что можно перепрыгнуть. Это мной невзятая высота. Это не неберущаяся высота. Она берущаяся, она мной не взята. Вот. Высота духовности. Кто-нибудь из вас ее точно возьмет. То есть не смотрите на то, что не я. Ну, я не взял. Не взял, не взял. Вам повезет. Вы добьетесь. Поэтому, друзья, не снижайте планку. Берите по максимуму, берите православие, берите христианство. Кроме этого, все фигня. Ну что ж, я еду дальше. Я сейчас пойду в храм зайду. Это я сейчас вот буквально с Лавры приехал. К храму решил поснимать, пока освещение есть. Сейчас в храм зайду. Служба уже начнется. Вот. А завтра Оптино, Шамардино, Козельск. Ну и дальше. По монастырям, частично по Золотому кольцу. Минус 15. Надеюсь, камера не испортится. Вот. А потом в родной Бахмутлар. Ладно, друзья. Все это не то, чтобы весело, не то, чтобы грустно. Истинное познание в великой грусти. В великое познание в великой грусти. В великом одиночестве. И в то же время в великой красоте. И близости Божией. Вот, наверное, этот коктейль великого познания. И когда вы его достигаете, вы ни за что не сменяете его, ни на что другое. Хотя бы и великая грусть. Хотя бы и великое одиночество. Да, Вольтер, наверное, был прав. Кто счастливее? Глупец или мудрец? Глупец счастливее, говорил Вольтер Но ни один глупец, ни один мудрец не согласится махнуться местами с глупцом Все мудрецы знают, что глупец счастливее Но никто не согласится махнуться с глупцом Вот здесь примерно то же самое Смотришь на это все, где-то и кошки скребут Но это классно Это классно брать лучшее Брать лучшее от Турции, брать лучшее от России Брать нормальную жизнь, бытовую жизнь в Турции И брать такую духовность До которой, ну разве что в Греции, может быть, допрыгивают В греческом мире, на Афоне, наверное, даже перепрыгивают Но здесь она сильна, как ни странно Россия действительно скрепоносная Но эти скрепы для единиц Она не скрепоносная, что в смысле она скрепляет этими скрепами там народ Она скрепляет единицы, которые могут эти скрепы постичь Народ бухает, абортируется и что там еще делает А скрепы, они между единицами Но они есть, друзья И в этом плане Россия скрепоносная А то, что для большинства они не существуют Так не в большинстве дело Надо перекидать тонны грунта, чтобы грамм золота поднять Какая разница, большинство Большинство это тлен А для единиц, да, она скрепоносная В самом хорошем смысле этого слова Ладно, все, заболтался Поехали дальше Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok